Привет, друзья! Видите, и участник события, и его свидетель. Это состояние, в котором человек иногда находится, когда он попадает в так называемую зону здесь и сейчас, когда у него одновременно может быть наблюдение за ситуацией или за своими мыслями, и в то же время такой глубинный покой. Одновременно, когда он может быть в таком состоянии. Я это, безусловно, конечно, на нашем вебинаре покажу, как это делается. Второе, значит, я на нашем вебинаре обязательно покажу очень интересную вещь. Я недавно с таким удовольствием смотрел в интернете и вдруг увидел, что там какие-то курсы проходят, и там такое пишут, очаровательные курсы. Ну, я очень рад за них, за этих тренеров и психологов, потому что там было написано, что они делали самые разные упражнения. Не ключа, не ключа, не ключа. Вообще какие-то курсы. И там вдруг испытывали такое счастье, такое удовольствие, когда вдруг они после каких-то упражнений попадали на какое-то другое упражнение, оно какое-то им очень соответствовало, и в этот момент они испытывали такой сброс напряжения и такое счастливое состояние. Но это же и синхронизация, то, чему мы учим, как найти, как подобрать себе то движение индивидуальное, которое полностью соответствует вашему текущему состоянию. Они даже просто ключа не зная, инстинктивно вышли на это и сделали целые курсы. Но там для этого нужно столько трудиться. Но я счастлив. Да, люди начинают постепенно в этом направлении работать. Да, друзья, начинают работать. И самое интересное, что как только я объявил, что мы начинаем создавать науку человечности, как только в Редера появилась у нас книжка, вот эта книжка «Национальные идеи России. Генератор будущего», где Федор Макаров у меня там редактор, и вот вдруг ни с того, ни с сего из Парижа мне звонят. Люди, которых я очень давно не видел, не слышал, ну, которые как-то участвовали на каких-то курсах у меня там я проводил, потому что, помните, у меня книжка на французском языке? На французском языке в Париже издана в издательстве «Экономика». Да, ну, там же читают, это же на французском языке, там же в Франции читают, а везде сейчас вот эта вот пандемия так называемая, и вдруг мне звонит человек, да не один, еще и женщина звонила. Ну, вот смотрят за нами, смотрят, со всего мира смотрят. Да, и их это очень интересует, оказывается. И я, конечно, очень счастлив, потому что такую задачу поставить, такую национальную идею, и вот я вам говорю о синхронизации, о которой я все время про ключ рассказываю, рассказываю, я вам на вебинаре покажу. Такое, такое, от чего вы будете просто изумлены, просто изумлены. А там еще я про закрытую группу говорю, что люди активные участники нашей школы, и те, которые смотрят, пользователи, которые просто не ставят лайк, и не подписываются на канал, а просто вот так смотрят, ведь я не знал даже, что и там из Парижа смотрят, хоть бы лайк поставили, хоть бы, вот теперь в группу закрытую они не попадут. Они не попадут, и никто не попадет, потому что в закрытой группе, я вот на вебинаре дам кое-что новое, совершенно новое, а закрытую группу я это делаю для того, чтобы как раз-таки мы обсуждали там вопросы, и такие новейшие приемы, которых никто не знает. И в этом вебинаре, я почему это говорю сейчас? Пока не поздно, ставьте лайки, пока не поздно, если вы хотите в закрытую группу, потому что я там вижу, список у меня уже есть, молодцы, которые все время вопросы задают, и я поэтому, я сформулировал тогда афоризм, только почемучки становятся великими, то есть я ищу нормальных людей, я хочу, чтобы соединились нормальные люди, чтобы вы вместе создавали науку человечности, которой так не хватает сегодня, потому что религия недостаточна, потому что там кто-то верит, кто-то не верит, потому что и философов недостаточно. Кант говорил, звезды над нами, и этика внутри нас, и Толстой говорил, что компасом жизни является совесть, но это было всегда и в искусстве, фундаментальные принципы, о человечности, и в литературе всегда было, но науки такой никогда не было. И я уже начинаю, я уже начинаю, я поставил эту задачу, а когда человек вдруг додумывается, дело не во мне, вообще, когда новое слово появляется, вы помните, в начале было слово, и когда у человека в голове появляется новый вопрос, это начинает распространяться, как камень бросил в воду, как круги по воде. Это очень интересное явление. Я вам в следующем ролике, еще до вебинара, кое-что расскажу. Как работает психология человека, как работает рефлекс подражательный, на котором основано все в плане обучения, исполнительству, и как работает начало в человеке созидательное. Вот как они работают. Я вам это расскажу. Это поразительно, поразительно. Вот стоит в роддоме, например, ребеночку земнуть или заплакать, и все дети начинают плакать. Это рефлекс подражательный. А я вам расскажу еще, откуда берется тогда созидательность. Это очень интересно. Да, читайте книгу в Редере, там «Национальная идея. Генератор будущего». Читайте, там есть и открытая часть, бесплатные совершения. Я не бизнесмен, вы знаете. У меня вполне много, достаточно друзей, и у меня вполне обеспеченный человек, потому что у меня друзья есть. Когда мне что надо, они мне всегда помогут. Дело не в деньгах, понимаете? Я свободен. Потому что мне ни от кого ничего не нужно. И когда ко мне обращаются люди и говорят, мы тебе заплатим. А я смотрю, стоит ли мне с ним вообще дело иметь? Мне никакие деньги не нужны. Я хочу, чтобы вы это знали. И я это тоже сформулировал. Если вы хотите с кем-то иметь дело или выступить хорошо, две вещи нужны. Я люблю вас, как людей, и мне от вас ничего не нужно. И вот с этим выходишь, и у тебя все получается. Я так тренирую ораторов, я так тренирую спортсменов, и они становятся чемпионами мира. А бизнес-тренеров я тренирую, и они начинают лучше зарабатывать. Потому что у них появляется ось. А самая главная ось – быть человеком. Это общечеловеческие ценности. Когда человек, чем бы он ни занимался, если у него сохраняется, внутри сохраняется чувство сопереживания, чувство любви, чувство сотрудничества, чувство чужой боли, то у него все лучше получается. Я таких людей ищу. Я ищу сегодня людей, которые сохранили в себе человечность, чтобы мы соединились и эту науку создали. И тогда к религии, к искусству, к литературе доброта человеческая добавится с научной стороны. Это очень важно. До встречи.